Добрый день, уважаемые радиослушатели. Итак, очередной выпуск. Происходит это все в очень интересное время. Ну, может быть, не все полагали, что доживут до таких интересных событий. Хотя, казалось бы, ну что особенного? Ну, бывали и бунты, бывало и мародерство, много чего бывало. Мы можем называть эти даже моменты, вспоминать в каком году чего было, вспоминать Вьетнамскую войну и выступления трудящихся, и потом Нью-Орлеан и так далее, и так далее. Но первый раз я наблюдал за тем, как гроб какого-то, извините, ну как, человека, который пять раз, говоря русским особым языком, чалился, в золотом гробу его везут по всей Америке. И только, я не знаю, трубы сопровождают это. Ну, трубы, конечно, внутренние, еще оркестры все впереди, еще будут парады, еще будут, ну, как уже в памфлете, сегодня нами опубликованном в Континенте, уже автор пишет. У нас очень много было материалов, я думаю, что если вы откроете наш сайт континент.всайт.ком, то вы найдете многое, то, что будет созвучно вашим мыслям, настроениям и так далее. А сегодня я с большим удовольствием встречаюсь снова с публицистом, популярным блогером Игорем Гиндером, но мы, как всегда, расходимся с ним по именам, потому что, чтобы вам не путаться и чтобы нам было легче. Итак, Герри Гиндер с вами сегодня и со мной. Герри, добрый день. Добрый день. Итак, вот такая затравка у меня была. Понимаешь, у многих складывается ощущение, что вот как в том знаменитом советском фильме, шеф, все пропало. Вот я прочел буквально за 15 минут до нашего эфира твой новый материал, который вы можете найти как в блоге Игоря Гиндера, Герри Гиндера, точнее, там он как Герри и обозначен, вы можете его прочитать, он немного иного свойства, там отнюдь не все пропало. Ну, рекомендую почаще заходить на блог, но если кто-то не доберется туда, в континенте вы тоже обязательно найдете, потому что все материалы Герри Гиндера обязательно печатаются у нас в континенте и имеют большую хорошую аудиторию. Итак, скажи, что ты думаешь на сей счет? Я думаю, что основной фокус, который многие комментаторы делают, это фокус на события, на страшные события, события, как ты правильно заметил, которые нельзя было ни предвидеть, ни даже подумать, что они могут произойти. Тем не менее, они произошли. И события достаточно страшные и дают повод для написания огромного количества аналитических статей. Я решил поступить несколько по-другому. Я решил несколько с другой стороны посмотреть не на отдельные проявления грабежа, насилия, расизма и так далее, а на всю картину в целом. И я хочу всем нашим слушателям и зрителям задать очень простой и, разумеется, риторический вопрос. Вот события 2020 года, которые начались, как известно, с импичмента, потом появился коронавирус, коронагулаг, как я его называю, потом произошли погромы, обрушился фондовый рынок, биржа обрушилась. Сейчас, скажите, пожалуйста, это мой риторический вопрос. Вы в самом деле думаете, что это какие-то случайные события, никак не связанные друг с другом? Или за ними что-то стоит? И как только мы скажем, о, это какие-то независимые напасти, которые обрушились на Америку, это одна точка зрения. Я придерживаюсь другой точки зрения. Я считаю, что все эти события имеют один источник. И посмотрите, как дело развивалось. Вот произошли вот эти вот хорошо спланированные, как мы теперь знаем и понимаем, беспорядки, грабежи. Они были хорошо синхронизированы. По всем 50 штатам прошли грабежи. И кое-где, чтобы быть объективным, можно сказать, они были мирными. Но это совершенно исключение из правил. Так почему произошли эти погромы? А произошли они потому, что авантюра с коронавирусом накрылась. Не удалось выдворить Трампа из Белого дома с помощью коронавирусной истерии. А почему вдруг возникла коронавирусная истерия? Ну, вроде бы, как бы какой-то вирус появился, мы не знаем, искусственным путем или естественным путем. Но определенный круг политиков, давайте назовем их прямо, левых политиков, решили воспользоваться этим коронавирусом. И таким образом был создан коронагулаг. Драконовские меры по ограничению свободы. Что для Америки является совершенно нонсенсом. Так почему возникла эта истерия по поводу коронавируса? Почему этот вирус получил совершенно другое направление политического развития, чем все остальные вирусы? Ответ простой. Потому что импичмент провалился. Другой риторический вопрос. К тебе, Игорь. Скажи, пожалуйста, когда в последний раз ты озаботился проблемой импичмента? А ведь дело громкое. Третий раз за всю историю нашей страны президент подвергся процедуре импичмента. А сейчас никто об этом не вспоминает. Вообще мы же... Это было как в прошлом веке когда-то. Как театр рассматривали, и это действительно, оно слилось, как, знаешь, как вода вот в известном. Прошло каких-то полгода, и это монументальное событие мировой истории ушло в небытие, как будто и боевой не было. А почему возник импичмент? Это уже не на ровном месте. Импичмент возник потому, что русское дело Трампа провалилось. Когда в течение нескольких лет нагнеталась ситуация, и Трамп был обвинен, что он марионетка Путина и так далее, и так далее, все это развалилось. Доказано было многочисленными расследованиями, в том числе и специально прокурора Мюрера, что никакого сговора между Трампом и Путиным не было. А почему появилось вообще это русское дело? Это я цепочку веду еще дальше вглубь истории. Почему оно вообще возникло? А возникло оно из-за того, что самый главный эпизод американской истории 21 века произошел в 2016 году, «Когда леваки потерпели сокрушительное поражение, и в Белый дом был избран президент Дональд Трамп». Вот это изначальная точка, которая дает отсчет всем тем беспорядкам, всем тем погромам, в том числе и еврейским погромам, которые произошли в Америке. Вообще я, и это всем нашим зрителям и слушателям хорошо известно, весьма негативно отношусь к демократам, к левакам, коммунистам. Но я должен заметить, что на данном этапе господа демократы-коммунисты, господа товарищи, проделали огромную подготовительную работу. Они умудрились за каких-то полгода взвалить на американский народ на плечи Америки небывалые испытания. Они взвалили аналог эпидемии 1918 года, которая унесла десятки миллионов жизней. Они взвалили на плечи Америки аналог экономической депрессии, связанной с крахом биржевого рынка в 1929 году. И они взвалили на плечи Америки аналог тех беспорядков, которые были, кто помнит, в 1968 году, когда хиппи дрались, студенты дрались с полицией, погромы были во всех штатах, многие университеты горели, много студентов было убито. Но все эти проблемы, они как домино, идут одно за другой. И как только начинается один эпизод, старый эпизод забывается. Мы уже говорили, что про испичмент не помнит никто. Я советую всем сегодня включить телевизор и посмотреть, что средства массовой дезинформации скажут по поводу коронавируса. Коронавирус ушел уже. Либо ноль, либо практически ничего не будет сказано. Коронавирус уже сыграл свою роль и уже отложен на прошлое. Это никого уже больше не интересует. Это отработанный политический материал. Леваки от него уже отказались. Они не достигли никаких положительных результатов. Если стать на сторону левых, то то, что произошло за последние полгода, это не приближение к революции. Это как раз наоборот. Дело в том, что все эти удары против Трампа, против Америки, привели к совершенно обратному результату. Например, импичмент привел к тому, что рейтинг Трампа возрос, а коронавирус, который должен был ситуацию сделать такую, что Трамп должен был подать в отставку, не сработал, и рейтинг Трампа еще возрос. И вот наконец-то убийство в руках полиции вот этого транседивиста черного. рейтинг Трампа среди афроамериканцев превысил 40%. Это высший рейтинг за всю историю республиканских президентов. То есть, чем больше беспорядков происходит в стране, инспирированных левыми силами, тем выше рейтинг Трампа. Поэтому в ноябре никакой революции не произойдет, а произойдет оглушительная победа Трампа, потому что я не устаю это повторять в каждой передаче, в которую ты меня приглашаешь. Идиоты в Америке есть, но их мало. И очень малый процент идиотов голосуют. Голосуют в основном нормальные работающие люди. И они не позволят произойти тому, что вот нагнетается. Сейчас нагнетаются очень серьезные лозунги выдвигаются. Например, мы всегда с тобой гадали. Ну, вот демократы, они делают какие-то ляпы постоянно. Джо Байден на прошлой неделе на предвыборном митинге сказал, моя выборная платформа настолько серьезная, настолько сильная, что я одержу победу над Джо Байденом. Байден одержит победу над Джо Байденом. Все, конечно, долго смеялись, но лозунги, которые выдвигают демократы в настоящее время, это просто подарок Трампу. Игорь, скажи, пожалуйста, подарок подаркам? Ну, мы знаем цену СНН и их опросам, но я думаю, что от твоего внимания не ушло последнее событие, последний опрос, который они провели, они три дня старательно его делали, и результат, Байден опережает в опросниках Трампа на 14%. Хорошо еще не на 44%. Мало, не доработали, товарищи. Нужно было сделать 24%. Или 44%, но я понимаю. Или 44%, да. Но ты понимаешь, там приведено, что было, ну, как всегда, было сделано 1259 или сколько там звонков, там погрешность 34%. То есть, по сути, они заявляют следующее, что господину президенту надо уже начинать паковать чемоданы там и готовиться к тому и к следующему этапу своей жизни, когда на него посыпятся судебные иски и так далее. Ну, это их голубая мечта. Ну, вот ты сказал еще относительно оглушительной победы. Я подозреваю то же самое, но, вот, на мой взгляд, хотелось бы тебе не спорить, но подискутировать на вот такую тему. Учитывая вот такую хорошую подготовительную акцию, которая вот идет еще, я не могу сказать, что она закончилась. Не думаешь ли ты, что в ноябре все вот эти силы, вся эта бесовщина явно не согласится ни с каким результатом положительным для Трампа и начнется вакханалия, которая может, ну, я не знаю, там до Марса долететь и об этом эти крики и вопли. Как ты думаешь? Я думаю, что любое левое общественное движение сильно настолько, насколько силен их лидер. Теперь давай поговорим про их лидеров. Кто у них лидер? Смотри, Антифа – это такой конгломерат сотен, таких полунезависимых группировок, разбросанных по всем штатам. У них нет никакой централизованной организации, у них нет централизованного никакого лидера, никакой централизованной идеологии, и у них нет никакого центрального финансирования. У них есть только локальные лидеры, их мало, 10%, может быть, 15%. Остальное – это, так сказать, рабочая сила боевики. Black Lives Matter совершенно противоположная организация, просто-напросто, почему противоположная, потому что Антифа – это белые, левые радикалы, а BLM – это черные левые радикалы. Они ненавидят друг друга, хотя их организация, естественно, примерно такая же. То есть, BLM – это децентрализованные группы, разбросанные по всей территории Соединенных Штатов, у них нет ни одного какого-то общего, даже веб-сайта, нет одной идеологии, нет единого лидера, нет единого источника финансирования. Все эти группировки враждуют между собой, просто-напросто потому, что они враждуют за один и тот же левый электорат. А на политическом олимпе, особенно коммунистическом олимпе, может быть только один лидер, а не два, а не три. Поэтому конкуренция между ними просто дикая. И вот они все время говорят, что вот республиканцы и Трамп – это такие, в общем, матерые расисты, и системный расизм – это часть Америки, неотъемлемая, и поэтому Америку все нужно разрушить до основания, а затем… Ну, дальше как в песне поется, да? Мне кажется, ничего этого не будет. Почему? Нужно очень внимательно относиться к твитам, которые пишет президент Трамп. Он пишет очень много. На прошлой неделе был день, когда он 200 твитов в один день, просто откуда у него такое время нашлось. Ну, вот 200 твитов в день – это огромное количество, но их всех надо читать, потому что в своих твитах он общается с американским народом напрямую, без всяких посредников, без всяких журналистов. И там, ну, как обычно в политике, бывают просто лозунги, ничего не значащие, но там бывает и фактическая информация. И вот на прошлой неделе очень короткий был твит, в котором он сказал, что мы задекларируем Антифа как террористическую организацию. Для кого-то это был просто маленький твит, а для тех, кто понимает, что произошло, это была просто как взорванная бомба. Давайте я вам расскажу, что делали правительства штатов, таких как Нью-Йорк, Нью-Джерси, Иллинойс, Мичиган. Вы помните, что во время коронавируса они отпустили практически всех уголовников. Их выпустили без всякого сомнения на улице американских городов. Всех убить, соседников, всех выпустили. Зачем это было сделано? Нужны были рабочие руки, нужны были громилы, а руководители уже были известны. Нужны были просто тупоголовые уголовники, которыми можно было руководить. Что получилось после того, как произошли первые погромы магазинов? Всех их арестовали, практически всех арестовали, между прочим. И в тот же день, либо в крайнем случае на следующий день, всех прекрасно отпустили. Значит, с одной стороны это просто дикость, как можно людей, которые разграбили ювелирные магазины отпускать. А ларчик просто открывается. Они никому не нужны. Они не представляют собой никакую политическую угрозу Соединенным Штатам Америки как стране в целом. А угрозу представляют собой кто? Руководители. Что сделал Трамп? Трамп национализировал Антифа. И теперь, когда произойдет арест, они происходят каждый день, когда ФБР арестовывает руководителя Антифа или Black Lives Matter, они попадают не в локальную тюрьму, не в тюрьму штата, а в федеральные заведения. А оттуда их выковырить никак уже нельзя. Никаким указом, приказом губернатора их вызволить оттуда нельзя. Помнишь, был момент, когда все мы сидели и гадали, ну вот сегодня уже второй или третий день погромов, почему же ФБР молчит? А ФБР не молчало. ФБР потихонечку отлавливало во время этих погромов всех руководителей. Поэтому никакой второй волны погромов не будет. То, что произошло за последнюю неделю, подтверждает это. Даже в таких штатах, где погромщики имеют очень сильную поддержку со стороны правительства штата, как в Нью-Йорке, как в Миннеаполисе, Миннесоте, там и полиция, и правительство на стороне погромщиков. Даже там почему-то количество погромов ушло на ноль. Почему? Потому что федеральные власти потихонечку, пока эти все погромщики были на улицах, быстренько их всех собрало. Кроме того, не забывай, что когда Антифа возникла, она возникла, если мне память не ошибаюсь, в 2015 году, сразу после того, как Трамп объявил о том, что он выдвигается. То есть оно возникло сразу, как такое боевое крыло демократической партии. Демократическая партия всегда хотела, чтобы у них было такое военизированное подразделение. У них раньше было оно, называлось Кук-Лук-Склан, но ФБР, как мы знаем, разгромило Кук-Лук-Склан, он теперь практически не существует и демократы лишились вот этих бойцовых боевых ребят. Они их создали вновь, они их создали вновь, под названием Антифа. Ну, хорошо, они создали Антифа. Поэтому ничего, что может привести к каким-то дополнительным всплескам насилия, я не вижу, потому что лидеры уже сидят в тюрьме. Практически все. Игорь, скажи, пожалуйста, вот было очень несколько таких сомнительных моментов, неприятных, когда опять же в аппарате Трампа тот же министр обороны, глава Пентагона, я про бывшего не говорю, уволенный и всегда обиженный. Это по определению Мэдисса даже не стоит упоминать. его нынешний глава Пентагона открытым текстом, вместо того, чтобы высказать, допустим, как уже было написано внятными политологами, где-то в своем кругу свои какие-то соображения, возможно, да, с тем, чтобы не использовать армию, он это делает публично. Вот объясни, зачем? Объясняю. Видишь, что я делаю сейчас этой рукой? Да. А что я делаю другой рукой? Никто не видит, да? Да. Это фокус, который Трамп делает для того, чтобы обыграть прессу, которая его ненавидит. Прессе бросается кость в виде какого-то очередного внутри трамповского, внутри Белого дома скандала. Скандалы, как правило, это псевдоскандалы. У них есть какое-то рациональное начало. Понимаешь, почему в вопросе якобы противоречия или противодействия или неподчинения армейских генералов Трампу, понимаешь, в чем дело было? Все в команде Трампа работают на Трампа. И проблема, которая стояла перед ними, вот какая. Утихомилить всех этих уголовников можно было бы очень просто. За несколько часов. Потому что у этих уголовников ничего кроме такого-то маленького огнестрельного оружия нет. То есть введение солдат со штыками многовенно успокоило бы всех. Но политическая картинка, которая возникла бы при этом, когда огромное количество черных трупов лежит на улицах и через них шагают в своих кирзовых сапогах солдаты с штыками. Это картинка, которая не должна была появиться. Поэтому Трампу нужно было выбрать какую-то золотую середину. Золотая середина была найдена, как мы теперь знаем. и под шумок вот этих вот каких-то скандалов, когда пресса была просто занята только этим, солдаты выполняли свою работу. ФБР выполняло свою работу. Арестовано, насколько я помню, 17 тысяч человек только федералами. Это все зачинщики. Понимаешь? Если кто-то захочет еще раз это сделать, обращаться просто не к кому. Просто не к кому. Хорошо. Ну, зато нам есть к кому обратиться. Если кто-то из наших слушателей хочет почтить память того же по стечению обстоятельств убиенного господина Флойда, то он может это сделать в перерыве между нашим следующим сегментом передачи. Правда, может, 8 минут не будет этот перерыв длиться, поэтому вы можете сокращенно постоять на коленях. Ну, я надеюсь, что такой черный юмор вы воспримете позитивно. Просто останетесь, послушайте важное объявление, а потом мы вернемся и готовы будем ответить на вопросы, если таковые будут. Возвращаемся к беседе с Игорем Цесарским и Герри Гендлером. Телефон студии 847-400-5200. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, звоните. Ну, а пока продолжим. Да, продолжим. Ну, Герри, мы остановились собственно на том... На очень важном моменте мы остановились. Да. на том, что один из лозунгов, которые выдвинули демократы на выборах 2020 года, звучит примерно так. Америка на колени. Да. Они заставляют преклонить колени перед демонстрантами всех, мэров, полицию, кого угодно. Те из вас, кто думает, что лозунг Америка на колени является каким-то какой-то находкой выигрышным лозунгов на выборах этого года глубоко ошибаются. Мы находимся в Америке. И нормальную Америку, гордую, которая никогда не преклоняла колени ни перед кем и никогда не преклонит колени ни перед какой силой, это является просто полнейшим политическим идиотизмом. Другой. Ну, так же, как и с полицией, извини. вот с полицией, смотри. Принять звонок, Гэри, если у нас не ушел этот звонок, Сережа, как там? Добрый день. А сегодня утром прошло сообщение, что здесь у нас в Чикаго ограбили дилерскую и угнали 40 Toyota. Вот, это одно. Второе, наши деятели совершенно отмалчиваются, даже не отвечают, собираются они кого-то арестовать или нет. По-моему, ни одного арестованного в Чикаго нету. Значит, они уже били бы все колокола. Спасибо. Хорошо, спасибо за ваш звонок. Итак, про полицию, вот как раз. Продолжай. Смотри, вот новейший лозунг, который появился буквально два дня назад, это лишить полицию финансирования, а в некоторых штатах решили даже ликвидировать полицию. Я так понимаю, что огромное число наших зрителей и слушателей это выходцы из Советского Союза, и мы там все изучали предмет, который назывался история КПСС, и я помню до сих пор человека, который первый предложил в мировой истории ликвидировать полицию. Это был Владимир Ильич Ленин, который в апрельских тезисах прямо сказал, что наша основная задача это ликвидировать полицию. Таким образом, демократы, которые сейчас, как известно, уже неотличимы от левых социалистов, просто повторяют те же самые лозунги, которые были использованы более чем сто лет назад предыдущим поколением леваков. Чем это закончилось, мы знаем. В нашей стране то, что произошло в России, не произойдет, потому что и этот лозунг, и предыдущий лозунг Америка на колени являются просто находкой для Трампа, находкой. Поэтому все это будет использовано против против демократов. И я хочу вам всем сказать, я хочу вам всем сказать и прошу вас ко мне присоединиться. Перед передачей мне жена сказала, как только закончится передача, мы с тобой сядем в машину, поедем и купим gift certificates в локальных ресторанах, пиццериях и отвезем их нашему локальному полицейскому участку, и просто раздадим полиции. Потому что полиция сейчас находится в ужасном моральном состоянии, они теперь боятся что-либо делать, потому что политическая ситуация такова, что их могут просто обвинить во всех смертных грехах. Поэтому эту локальную полицию нужно поддержать. И это должны делать мы, простые американцы, которые вот просто там не нужно чего-то там такое дорогое, ну какой-нибудь Starbucks сертификат за 10, 20, 15 долларов. Это будет достаточно, потому что этим людям нужно сейчас внимание. Вы помните, что случилось в Buffalo в субботу? Игорь, извини, пожалуйста, я приму звонок все-таки. Добрый день, слушай. Добрый день. Ну, просто сегодня бальзам на душу, так сказать, разлили. Начались аресты и как раз средства массовой информации ни одно американское, я имею ввиду, не передает. А где можно почерпать такие знания об этих арестах, где можно почитать, если это не секрет. Спасибо за ваш вопрос. Ну, про Buffalo и потом ответишь. Давай лучше сначала. Идите на веб-сайт ФБР, там все, что делает ФБР, все написано, статистика. Дело в том, что все аресты, это же не секретная полиция. В Америке все делается открыто. Все аресты тут же заносятся в федеральную базу данных, вы можете проверить по именам, когда, чего, кого арестовали, это все известно. Что произошло в Buffalo, где целое подразделение полиции подало в отставку? Я уже не помню, там 50 или 60. 57 человек, по-моему. Что там произошло? Один из левых активистов в весьма преклонном возрасте, сколько ему там, 75 лет? 75 лет. Он вступил в конфронстацию с полицией, и полицейский его толкнул. Он упал, расшиб, затыло, кровь, двух полицейских тут же арестовали, и в качестве протеста все остальные полицейские в этом подразделении подали в отставку. Что произошло? На видео мы видим, как этот активист делает какие-то пассы правой рукой, и не было понятно, что и как он делает, и только потом выяснилось, что он делает. Оказывается, на селф фон можно поставить специальную аппликейшн, которая считывает позывные этого конкретного полицейского. Дело в том, что радио, которое носят все полицейские, оно давно уже цифровое, и это радио постоянно передает позывные этого полицейского, в цифровом виде, конечно, и его координаты, поэтому руководство каждого полицейского знает, где находится каждый человек в данный момент времени. Есть специальное устройство, специальная программа, которая позволяет считывать информацию с этого полицейского радиопереговорного устройства, и тогда можно отслеживать движения полицейских, а это для Антифай и БЛМ очень важно, нужно знать, куда направляются силы, это такая разведка, так вот этот вот активист 75-летний, он был шпионом, разведчиком, он пытался считать с пояса полицейского, где расположен этот радиопередатчик, цифровую информацию, полицейский это мгновенно понял и оттолкнул его, вот что произошло, мы должны поддержать нашу полицию, потому что она поставлена в ужасные совершенно условия, ты начал передачу с того, что в руках полиции к сожалению погиб вот этот уголовник, который пять раз сидел в тюрьме, кадры, которые мы видели на телеэкранах действительно ужасные, то есть лежит человек на земле и полицейский коленом давит ему на шею, то есть кадры совершенно ужасные, но это только для тех, кто весьма далек от полиции и методов ее работы, оказывается то, что делал этот арестованный полицейский, которому сейчас предъявлено обвинение в убийстве второй степени, это стандартный прием для того, чтобы зафиксировать арестованного, этот прием изучается во всех, я повторяю, во всех полицейских школах всех штатов и кстати полицейский, который делал этот прием был инструктором и главным человеком, который показывал, как делать этот прием. Прием основан вот на чем, когда коленом нажимаешь на определенную точку на шее, то какая-то артерия там перекрывается, я не доктор, не могу вам сказать, что что-то там перекрывается, кислород поступает в меньшем количестве в мозг и человек теряет сознание, человек, который потерял сознание, уже не оказывает никакого сопротивления. Вот какая была задача у этого полицейского. Ну, а дальше мы приедем звонок, потом продолжим. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Да. Я прочитал информацию сегодня, только сейчас прочитал, что предвиденный штаб Байдена сказал, что Байден не выступает против финансированной полиции, а наоборот за полицию. Вот это он сейчас последняя информация. Сегодня я выступил в опросе выборного штаба. Что вы можете сказать? Я как раз перед началом передачи прочитал то же самое. Но я думаю, что вы прекрасно понимаете, о чем идет речь. Как только люди начинают понимать, что пахнет жареным, они начинают давать отбои. Они начинают понимать, что политика, которая проводится сейчас в отношении полицейских, невыигрышная. Они могут потерять еще дополнительные голоса, потому что каждый арестованный полицейский добавляет голоса Трампу. Вот в чем дело. И они это поняли. Они люди грамотные. Вернемся к Флойду. Когда полицейский нажимал коленом на его шею, он не знал одного очень простого факта, что в крови этого Флойда был четырехкратный смертельный уровень фентанила. Этот Флойд должен был умереть в тот же день. Он мог умереть сейчас, он мог умереть через полчаса, он мог умереть через несколько часов. У него было четырехкратное превышение смертельной дозы фентанила. И передавив перед этим кучу людей за рулем будучи. Правильно? Понимаете, он должен был умереть. Люди не живут с таким количеством яда в крови. Но так получилось, что он умер под коленом полицейских. Но интересная вещь, конечно же, когда становится вот такой персонаж идолом буквально, то ты понимаешь, насколько вообще падение нравов. Ну, мы вспоминаем Мартина Лютера Кинга Джуниора и, соответственно, его пламенные речи, в которых действительно много того, за что его потом мы подняли на пьедестал, по крайней мере, он... Те заявления, которые, если сейчас озвучить, и кое-кому прочесть, и с той погромной братьей, они скажут, что это, говорит, расист. Потому что они совершенно точно дальше его первых строк ничего не прочли и не слышали. Так вот, насколько все-таки вот осуществлен вот такой понисходящий, да, мы с тобой уже говорили не раз, что Демпартия, и ты делал пророчество, что она катится к тому, что ее, в общем-то, не будет как таковой в итоге. Так вот, когда героем объявляется вот такой персонаж, не говорит ли это о том, что случится нечто такое, что потом будут какие-то группы, там, социалисты и так далее, и так далее, но Демпартия в своем вот таком величественном виде уже перестанет существовать как таковая. Ну, скажи, пожалуйста, кто в своем уме будет голосовать за партию, которая представляет интересы поджигателей, насильников, разбойников и наркоманов? Ну, кто захочет быть с ними в одной упряжке? Да, это вопрос риторический. Каждая партия, которая проиграла выборы, есть звонок, мы примем, продолжишь. Слушаем вас, говорите. Здравствуйте, Игорь, спасибо вам, первое, за известную долю активизма, которую вы всем даете, но я хочу остановиться на таком вещи, ведь по поводу тех полицейских, которые стали на колено и по некоторых гвардейцах, понимаете, человек, который в форме и обличен властью, становится на колено, это потеря чести. Когда-то, так сказать, официально стрелялись после этого, вот это абсолютно недопустимо, и все это началось с того, как иранцы тогда, захватив катер, поставили всех военных американских на колено. это позор. Прекрасный звонок, прекрасный комментарий, полностью согласен с тем, что вы сказали. Это просто недопустимо, они должны были просто застрелиться после этого. Я вам скажу, что случилось. Я еще хотел остановиться по поводу этого становления на колени. Ладно, женщины, они боятся, ладно, но парни, когда это становятся, это просто... Я вам скажу, что случилось. И мы с вами выходцы из Пустью Союза. Ты понимаешь, что это первый год, когда евреев расстреливали. Понимаете? Извините, спасибо, мы поняли вашу реплику, дайте тогда Герри расскажет, как он... Мы знаем прекрасно, кто является первыми жертвами любой революции. Ее первые сторонники. Люди, которые стали на колени перед новым благодетелем, будут поставлены к стенке первыми. К сожалению, люди, полицейские и некоторые национальные гвардейцы, которые стояли на колени, ну, они испугались, они трусы. Я видел даже начальника полиции в каком-то городе, я видел мэра в каком-то городе, я видел мэра какого же это города, где-то в Миннесоте, когда он сначала встал на колени, и толпа конечно зашлась в восторге, а потом он поднялся и сказал, ну, я, так сказать, с вами, но полицейских своих я распускать не буду, мы не будем ликвидировать полицейские силы. И тогда толпа чуть ли не разорвала его. Эти люди, которые дрогнули, будут первыми жертвами той самой толпы, с которой они пытаются заигрывать, к сожалению. И многие в Америке не знают мировой истории, к сожалению, опять же, но мы-то с вами знаем, что эти люди, конечно, они уйдут в тень. Их будет мало, с каждым днем их будет все меньше и меньше. Что сделал одиозный мэр-коммунист Нью-Йорка вчера? Его ответ был совершенно непредсказуем. Совершенно непредсказуем. Он сказал, что он начинает открывать Нью-Йорк. Мы начинаем выходить из коронакризиса. О чем это говорит? Человек, который поставил рекорд убийства престарелых в своем городе, мы знаем, почему это произошло, он направлял больных коронавирусом специально направлял в дома престарелых. И там, конечно, было поголовно все. То есть поголовно люди погибли в этих... То же самое произошло и здесь, в Ниджерси, то же самое произошло и в других штатах, но в меньшей пропорции. Так вот, он, чтобы эту негативную череду как-то перешибить, как-то изменить направление, он вдруг встал на сторону Трампа и сказал, нет, мы теперь открываем Нью-Йорк. Так, у нас есть звонки, мы сейчас видим, понимаем, что происходит. Слушаем вас, говорите. Добрый день, у меня большая позиция, передайте, передайте, вашей жене, что она большая умница и это шикарная идея, которую очень легко воплотить, купить гифт-карты полицейским, которым сейчас очень нужна наша поддержка. Я тоже сама сделаю сегодня и мои друзья. Это очень другое сделать. Спасибо. Я хочу подчеркнуть. Спасибо вам. Это должны быть дешевые карты, потому что здесь дело не в финансировании, а во внимании. Поэтому чем больше карт будет, то есть чем меньше они стоят, тем лучше, понимаете? Тем больше полицейских почувствуют внимание и симпатию к себе. Ну и поддержку, это же поддержку, конечно. Это именно, чтобы они понимали, что далеко не вся Америка превратилась в эту гопоту, которая... Далеко не вся Америка, потому что когда происходили погромы и все эти протесты, настоящая Америка что делала? Да. Работала. Америка работала. И плюс настоящие американцы вставали с хорошим вооружением рядом со своими иногда и бизнесами и так далее. И это было очень символично, когда рядом стоит огромный белый с автоматом, а рядом другой огромный черный с автоматом, и они оба защищают свое комьюнити. Вот это было глубоко символично. Конечно. Конечно. Потому что те, кто хочет исключительно к расовому моменту все свести, они глубоко ошибаются. Послушайте лучших представителей, послушайте ту же Овенс и других. Они все прекрасно понимают. И, кстати говоря, работающие... Вот был ролик, который кое-кто определил как хейт-спич. А одна бабушка, работающая на порт-тайм магазине разгромленном, ругает, по чем все, говорит, работать надо, вы что, какой к черту метр там, и так далее, и так далее. Так вот, люди, которые добывают хлеб насущный трудом, я думаю, куда в меньшей степени участвовали во всей этой вакханалии. Конечно. 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 Я хочу подвести некоторые итоги, которые мне представляются важными. Я не хочу показаться голословным оптимистом, я понимаю, что все, у кого сейчас дома есть оружие, проверяют его, на всякий случай, чтобы оно было в работоспособном состоянии, но, тем не менее, та истерия, которая сейчас вот просто чувствуется в эфире со страниц газет, радио, телевидения, все то, что нагнетается, оно на бумаге выглядит весьма тревожно. Но я хочу сказать, что мы должны смотреть не на сегодняшний день, а на будущее. И с точки зрения будущего, то, что сейчас происходит в Америке, в первой половине 2020 года, можно смело назвать как бонзай-атаку. Что такое бонзай-атака? Бонзай – это клич типа «Ура» у японских камикадзе. Так вот, то, что мы сейчас видим, это психическая атака, атака людей, которые знают, что они проиграли. Они начали вот эту самоубийственную атаку, потому что у них нет уже никаких других сил что-то противопоставить Трампу. они решили, как в песне «Интернационал» выйти на последний решительный бой. У них ничего другого, кроме как погромов, не осталось. А это, как известно в политике, очень плохой и очень такой недалекий аргумент. И вот они вышли на этот последний решительный бой, и я хочу с ними согласиться. Я хочу всем нашим слушателям и зрителям заявить, да, это будет последний для них бой. И мы в этом должны поучаствовать. Одна простая акция это симпатия к нашим полицейским. Не все из них, как это обычно бывают, идеальные служители закона, но в основной массе мы живем все-таки в правовом государстве, и полицейские здесь выполняют свою работу тщательно и в рамках закона. И я думаю, что помочь им мы должны. Вместе с тем, оптимистически, смотря в будущее, пожалуйста, проверьте свой арсенал. Ну, хорошо. Да, и чтобы не получилось так, что начал за здравие, кончил за упокой, все-таки несомненно, то, что вторая поправка теперь, я думаю, только сумасшедший будет что-то требовать каких-либо пересмотров, то есть не случится, господа, потому что в реальной жизни, к сожалению, да, мы живем не в идеальном обществе, мы понимаем, что так человек устроен и общество так устроено, что всегда будет какой-то помимо хорошего, позитивного, доброго, сладкого, славного, будет что-то и нехорошее, и что-то опасное, поэтому в американской традиции надо иметь. Это очень хорошее замечание. Мы с тобой знаем, что с погромов 68-го года вплоть до последних двух недель основная задача, ну, один из выборных, так сказать, пунктиков демократов был контроль над оружием. Они хотели оружие отобрать. Теперь так все испарилось. У нас, к сожалению, выходит время, мы, конечно, с тобой можем долго говорить о том, что происходит, но я надеюсь, что что-то полезное сегодня услышали наши слушатели, зрители. Спасибо тебе, Гэри, Одна новая встреча и всем здоровья и процветания. Спасибо, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова